Так, у нас завтра выходной? Вроде, да, у всех? Да. Я вам рекомендую заняться тем, кто еще не доделал домашние задания, я рекомендую заняться доделыванием домашних заданий. Потому что этот снежный ком будет только увеличиваться, предупреждаю. Воспользуйтесь священным выходным и поработайте в него. А с меня тоже должок есть, я некоторые домашние задания не проверил, а я их завтра все подписываюсь по домашним заданиям тоже. Так, что нас интересует? Ну, понятное дело, у нас есть контроллер. Нас интересует, что мы можем с ним сделать. И если вы выберете сам контроллер, то внизу кнопочка, которая означает Embedded, то есть встраивание, она предлагает нам два варианта. Navigation контроллер и Tapbar контроллер. То есть в Storyboard мы можем встроить этот контроллер или в Navigation контроллер, или в Tapbar контроллер. Ну и, соответственно, попробуем... Давайте я покажу несколько способов. Соответственно, мы можем встроить его Navigation контроллер. Таким образом, Navigation контроллер будет... Упс. Ой, куда же это все? Будет отображаться отдельным экраном. Но, как вы помните, это контейнер, и вот в нем даже написано Navigation контроллер. Причем на нашем основном контроллере, который будет отображаться на экране, появился такой Navigation item, называется, после того, как мы его встроили в Navigation контроллер. Этот Navigation item – это тот самый Navigation bar, который вы можете как-то настраивать у Navigation контроллера. Что мы можем с ним сделать, с этим Navigation item? На Navigation item мы можем выбрать как UI элемент, и в атрибут инспекторе его немного кастомизировать. А именно, например, у нас есть title, пускай, не знаю, first. У нас есть prompt. Prompt first. Если видите, оно так отображается, получается, чуть-чуть сверху и более меньшим шрифтом. Такое довольно редко используется, этот prompt. И backbutton, который вы можете также указать, как оно у вас будет называться. Например, backbutton – это название кнопки, которая будет возвращать на этот контроллер. Если вы внимательно изучали документацию по Navigation контроллеру, то какая структура данных используется для описания, хранения внутренних нью контроллеров у Navigation контроллера? Массив. Там массив, да. Но как Navigation контроллер отображает этот массив? Стэк. Стэк. Да, то есть мы уже не раз слышали это слово. По крайней мере, в два раза, когда мы говорили о стэке, перемены будут складываться, и стэке функций вызова, которые мы видели в дебаг-режиме, когда она срабатывала в верхболе. Сверху можно было нам для стэк-функций. Так вот, если... Это просто небольшое чистое напоминание. Стэк это когда вы кладете элемент, он добавляется, но чтобы достать элемент А, вам нужно сначала достать С, затем достать В, затем достать А элемент, а затем обратно положить В и С. То есть это структура, которая... И кто первый пришел, тот последний ушел. Как-то так. Соответственно, с контроллером точно так, аналогичные контроллеры. Они складываются друг на друга, таким образом. И чтобы он добрался до предыдущего контроллера, вам нужно все предыдущие, убрать все предыдущие и пройти к нему. То есть если вы с контроллера С, если вы с контроллера С решили дойти до контроллера А, то вам нужно пройти через контроллер В. На видешний контроллер он складывает смену и потом убирает в виде стекла, то есть он складывает. Соответственно, когда вы в контроллере ВА подписываете ВЭК кнопочку, то эта ВЭК кнопочка будет отображаться на контроллере В вот здесь. То есть если я назову бы кнопочку ТЭМ, то здесь будет ТЭМ, написано на контроллере В, чтобы вернуться до контроллера ВА. Это так. То есть из-за того, что это стек, то вы можете прописать ВЭК-баттон, то есть какой-нибудь FirstBack. Он никак не отобразится на текущем контроллере, но если мы добавим сейчас другой контроллер, то ситуация изменится. Плюс есть такие еще нововведения, которые у нас пришли с iOS 12, это Large Title. Он всегда, не всегда и так далее. Large Title, если вы видели в сеттингах, когда вы... Мне так что-то показать, например. Вот, когда вы находитесь в сеттингах, у вас вверху, как и сейчас у нас на экране, вверху написано Title, сеттинг. Но когда вы пролистываете вниз, Title становится таким большим. Вот. И, собственно, вот это имеется в виду Large Title. То есть он становится большим, написанным, то есть когда вы находитесь в самом верху экрана. Вот. Тут стоит автоматик, мы его так и оставим. Более детальные настройки вот этого Large Title, мы на них останавливаться не будем, там все довольно примитивненько. Грубо говоря, первая ссылка в Google вам поможет или в документации по этому вопросу. Вот как настроить этот Large Title. Мы оставим автоматик, как было. И так как это Navigation Controller, нам необходимо добавить еще один контроллер. Идем и добавляем ViewController. Контроллер. Вот. И, соответственно, это пустой контроллер. У него нет Navigation Item'а, кастомизированного какого-то. Чтобы этот Navigation Item появился в интерфейс Builder, или нам необходимо связать эти контроллеры. Связать мы их можем с помощью обычного Segway. Прежде чем как мы пойдем дальше, мы должны немножко посмотреть, что у нас есть, что мы можем делать, собственно, с этим Navigation Item'ом. Сейчас, во-первых. А ну-ка, если я уберу вот First, вот здесь, First. И вот здесь напишу First. Ну, не подтянулось. Вот обидно. Ну, ладно. В общем, у ViewController есть свой Title. И были времена, когда Title подтягивался в Navigation Item' из этого Title. Возможно, нужно что-то дополнительное сделать. Но нас это пока тоже не интересует. Соответственно, у самого контроллера, если его выделить в атрибут Инспекторе, есть такая секция Simulated Matrix. И тут есть Size, Infert, Top Bar Infert и Bottom Bar Infert. Так вот, есть Infert, это значит, что он этот этап, именно Top Bar, в данном случае Navigation Item, который мы видим сверху, это тоже Top Bar. Соответственно, у самого контроллера вы можете каким-то образом это пытаться кастомизировать или выставить правильно. То есть, когда вы выставляете Infert, это значит, что будет взят вот этот верхний Navigation Bar, который у нас есть по умолчанию. Давайте я закрашу, чтобы было лучше видно, что он тут есть. Вот, так лучше. Соответственно, если у нас по умолчанию стоит Infert, то он будет брать тот, который, возможно, к нему приходит или от Top Bar, или от Navigation Bar. То есть, из каких-то внешних других контейнеров этот внешний бар может приходить. В данном случае он у нас установлен из Navigation Controller. Но у нас есть возможность не обращать на это внимания и выставить какие-то свои варианты, а именно Translucent, типа прозрачный Navigation Bar, прозрачный Navigation Bar with Prompt, то есть, это надпись сверху, такая мелкая, причем мы можем выставлять Black Navigation Bar, Black Navigation Bar with Prompt, то же самое, и Opac-U Navigation Bar. И вариации те же самые, только с Opac-U. Как у нас Opac-U переводится? Непрозрачный. Непрозрачный. Ну вот. Так, соответственно, нам нужно связать эти контроли. Button. Если вы вытяните button из Object Library, то вы можете его встроить прямо вот в Navigation Bar. У вас будет подсвечиваться на таким синеньким. Также эту же button вы можете встроить вместо Title и вместо Back Button. То есть, слева у нас обычно Back Button, по центру у нас Title, и справа, собственно, Action Button какая-нибудь. В любом случае, это все называется Bar Item. То есть, вот эта верхняя строчка это Bar, Top Bar, собственно, он же Navigation Bar. И у этого бара есть, после того, как мы добавили кнопочку, появились такие параметры Left Bar, Right Bar, Button, Item. И вот вы можете добавлять несколько айтемов в этот элемент. То есть, если вам нужно добавить две кнопочки, вы можете сюда перетянуть еще одну кнопку. И у вас в Right в Right Bar Button будет две кнопки, если вам это необходимо. А тут с этими чем они отличаются от обычных, кнопок тем, что они более кастомизированы, что ли, вы можете использовать, выделить, собственно, один из этих Bar Button альтемов и в Attribute Inspector для этого элемента изменять ее, грубо говоря, типы. То есть, мы видим, что для букмарков у нас тут книжечка, для плея у нас такой треугольничек, для, не знаю, экшена какого-то, что у нас для экшена, вот для экшена у нас шаринг, ну и так далее. То есть, есть какой-то набор стандартных иконочек, которые, слов, дан. почему лучше выбрать здесь дан, а не писать буквами в кнопочке, потому что, например, ну предположим, выходит iOS 13 и эта кнопочка дан в iOS 13 везде сделана в виде, не знаю, там, кружочка со стрелочкой, везде в родных iOS приложениях. И если вы используете такой подход, где вы в Attribute Inspector установили тип дан, то у вас в приложении это автоматически подтянется и будет работать как во всей iOS-системе. Если вы напишите текст, то у вас текстом так и останется. Вот, поэтому, если у вас есть возможность, старайтесь использовать собственно стандартные типы. Тут есть Add, Edit, Done, Cancel, по-моему, тоже, да, текст, Save, Undo, Redo, это все текст. Вот эта секция, это все текст. Вот, дальше идут какие-то уже, не знаю, какие-то дополнительные иконочки, которые можете нажимать. Ну, давайте, нас интересует, я просто выберу иконочку получше, какую-нибудь Action, например. И, так как это кнопка, я могу от нее протянуть Segway. И тут, что нужно заметить. В принципе, разница между Segway, это вот ихние типы. Раньше эта разница была очень критична, но в последней версии ее немножко подправили. Но, как видите, еще не до конца убрали. У нас есть вот такие, такой вот секции, Non-Adaptive Action Segway. То есть, неадаптивный Action Segway. И у них есть два типа, Push и Model. Так вот, раньше, чтобы переходить по Segway между контроллерами, которые находятся в Navigation контроллере, внутри Navigation контроллера, это критично знать, использовался Segway Push. Сейчас, вот в скобочках, такое слово Deprecated. Что значит это слово? Кто-нибудь может сказать? А? Устарело. Да, устарело. Вы не раз будете встречать это слово Deprecated. Это значит, что этот функционал еще работает, но он уже устарел. И желательно использовать новый функционал. Вот, то есть, даже если вы сейчас соберете приложение с версиями этого, скажем так, Segway, которое будет деприкейчено, то все будет работать, по идее, хотя я не пробовал, честно, по идее, должно работать. Поэтому скажу так, я не пробовал, но должно работать. Вот, и мы стараемся такой функционал старый не использовать, искать ему аналоги, гуглить, искать, смотреть, какие у нас аналоги. В нашем случае Segway по типу шоу занимается той же самой фигней, что и Push Segway. Радница только в том, что шоу, она адаптивная Segway, соответственно, то есть адаптивный переход. В чем его адаптивность? Если вы протягиваете шоу Segway и ваш контроллер находится в Navigation контроллере, то и следующий контроллер будет в Navigation контроллере. А если вы протягиваете шоу Segway и ваш контроллер ни в каком контейнере не состоит, то будет просто показан модально, так как мы делали это на прошлом занятии, правильно? На прошлом занятии, если обратили внимание, как у нас выезжал контроллер, он выезжал снизу. То есть показывался экран и снизу выезжался второй контроллер. Это обычное поведение для модального показа контроллеров. Тут к вам вопрос на внимательность. Когда было задание вам почитать, что нового вышло на VVDC, а что там было связано с изменениями модальных контроллеров? Кто-то что-то помнит? Конечно, не помню, что закрывает весь экран, а там вверх будет. Да-да-да-да-да. Я сейчас попытаюсь нарисовать. То есть сейчас у нас как? Контроллер. Когда мы вызываем другой контроллер, он такой модальный, как это показывается. Он такой снизу и вверх и полностью поверх того положительного и ничего не видно. То есть за ним нет ничего не видно. Сейчас они сделали новую фишку. Незначен разъемка, конечно, наделаем. У вас здесь контроллер. Если вы модально вызываете на литровую контроллер, то он так же самое снизу вылетает вверх. Как и было, помещается в такой у нас становится минимум. Тут это игра наша. И тут он 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 вот здесь такая затемненная область и здесь чуть-чуть проглядывается предыдущий контроллер. он чуть-чуть проглядывается а не сделает как страничка наезжает сверху. Ох! Я не знаю, это надо пробовать. По идее может они так сделали тогда. Наверное, может можно. И соответственно теперь есть две функции. Погадать поставок, показать по-другому. Можно ее подливее в этой плакации. Если мы оставим шоу, как у нас сейчас есть, то по умолчанию по идее он должен будет на новой iOS выплывать вот так вот, как страничка на страничке сверху. Так как это адаптивный секвей, в случае с навигейшем контроллером навигейшем контроллера анимация стандартная это когда экран наш экран, а второй экран выезжает справа. В принципе анимацию перехода контроллера вы можете сделать как хотите и вообще вам не важно в каком контейнере он будет. Я сейчас рассказываю как по дефолту. По дефолту навигейшем контроллер летает, все пользователи привыкли, что он выезжает справа, во всех этих родных приложениях сделано, что в навигейшем контроллер вылетает контроллер справа, а модальные которые вылетают снизу. Вот так принято. Поэтому когда вы дизайнера спрашиваете как мне сделать переход на контроллер если снизу делаем модельно если справа значит засовываем навигейшем контроллер. Вот. Второй вопрос это по поводу того, как вы хотите сделать переходы на экран. Мы это рассмотреть не будем, но вы должны знать это возможности. Иногда бывают задачи, когда у вас например будут какие-то иконочки и вы с этих иконочек хотите перейти на новый экран и хотите перейти не вот так, а так чтобы этот экран такой оп вырос и разъехался вот это кастомная анимация контроллеров есть два способа есть простой топорный способ сделать эту анимацию а есть правильный способ как сделать это скажем так то как рекомендуют это Apple делать то есть уже перевели некоторые анимационные штуки и в принципе у вас будет работать это на один туториал и если кому интересно напишите я вам скину туториал или сами по ублите он на medium есть есть в рендер как делать не кастомные переходы в принципе и затопранный способ как это делать затопранный способ даже если будет интересно я расскажу или могу если не могу написать вот что через что через что через через перекат и там просто можно перед перед анимация да у него есть нормальный способ это через или как у него есть он запрашивает анимацию перехода и ты можешь эту анимацию свою подсудить у него есть нужно еще несколько анимацию сделать анимацию какую-нибудь чтобы она выезжала слева а не справа просто самая прикольная анимация которая была это кроме того что он расклопывается он еще должен склопываться вот расклопываться не знаю что это связано но типа есть свои приколы ну обычно редко когда заказчики вообще отакомпанятся давайте так обычно заказчикам нужно быстро и как у всех вот как это поэтому а такие анимации они много занимают любая анимация в iOS она занимает больше времени чем написание функционала какого-то да критичного сделать классную анимацию которая не лагает это стоит нормально денег для заказчика вот и много времени по работе и соответственно если вы хоть раз таким занимались советую вам уже который раз сохранять такой код в какие-то личные личный архивчик который вы можете потом в проектах переиспользовать например если на фриланс уйдете такие с личного архивчика достали анимацию такие о смотри заказчик бесплатно типа сделал хотя бы просто за 2 секунды контроль-с контроль-с сделали переход классный контроллер ну это такое соответственно протягиваем пуш и ну вот протягиваем шоу извините протягиваем шоу себе а то я сказал пуша протягиваем шоу секве автоматически определяется второй контроллер тоже будет в навигейшн контроллере и появляется сверху такой же навигейшн айтем и этот навигейшн айтем уже имеет кнопочку бэк причем обратить внимание что на ней на этой кнопочке бэк написано на ней написан тот бэк который мы написали на предыдущем контроллере поэтому когда вы на текущем контроллере прописываете кнопочку бэк вы должны понимать что это бэк не на текущем контроллере это самая частая ошибка которую я наблюдал от начинающих разработчиков приходит код и такие я поправил кнопочку бэк текст нужно было поменять я поправил я смотрю а он на текущем контроллере поправил вроде как бы все логично так как информация показывается на сером контроллере то на сером это нужно править но на самом деле все не так это касательно именно navigation контроллера вот соответственно ну и для разнообразия добавим еще один контроллер view контроллер и я от второй кнопочки протащу сюда тоже шоу и запущу это все дело так как Ну, соответственно, прелесть использования вот таких стандартных элементов в том, что вот у вас был большой навигейшн бар, вы переходите на более меньший, оп, он изменился красиво с анимацией, никаких приколов, все сделано из коробки, так сказать. Вы никак об этом не паритесь. И вот у вас уже есть какая-то более-менее примитивная навигация в вашем приложении. Причем даже кастомизирована с всякими кнопочками. Так как это кнопочки, которые я здесь протягивал, вы можете от этих кнопок протягивать экшены, аутлеты, все что угодно можете протягивать, ваш контроллер и, например, человек нажал, не знаю, поделиться, ему должна какая-то другая менюшка, не обязательно контроллер должен плавать, какая-то любая менюшка. То есть это обычные стандартные кнопки, но только которые находятся в навигейшн баре, в топ-баре. Соответственно, раз они находятся в топ-баре, они имеют другое название. Не просто кнопка button в смысле, а она имеет название navigation bar item. И когда вы будете работать с этим, вот эти названия критично помнить, потому что когда в коде вы попытаетесь к этому обратиться, то вам нужно будет обратиться к навигейшн бару или к топ-бару, обратиться затем к его... Как там, какой у нас там порядок? Обратиться к write-bar item, к write-bar button item, а затем уже обратиться к конкретной кнопке, которая вас интересует, которая в этом бар button item находится. То есть, как вы видите, это массив. Тут может быть находиться массив элементов. Соответственно, давайте добавим... Сделаем то же самое, только для третьей кнопки еще. Сделаем это... Добавим еще одну кнопочку, чтобы из кода добавить возможность переходить на другой контроллер. Выберу какую-нибудь красивую... Трэш. Отлично, корзиночку. Добавили кнопку, и нам нужен контроллер, на который мы будем переходить. Итак, чтобы на этот контроллер перейти в коде, как вы помните, нам нужен идентификатор у этого контроллера. А чтобы его задать, нам необходимо его выделить и зайти в identity inspector и в storyboard.id назвать как-нибудь на коды контроллер идентификатор. Так, я добавил кнопочку сюда, затем вытянул контроллер на экран новый, выделил его, зашел в identity inspector и изменил у него storyboard идентификатор. Успевает? Почти. Часто не успевает. Если не успеваете, вы сразу кричите, трубите, чтобы мы, так сказать, и шли в ногу. соответственно, идем, а, нам нужно action протянуть, да? Хорошо. Протягиваем action. и все как-то view контроллера от новосозданной кнопочки протягиваем action. Move to view контроллер. так назову. Ну вот. Так. 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 Протянули action к... О, давайте я сделаю нормальный лид, а то ничего не видно. Протянули action, и теперь нас интересует, как отобразить этот, тот контроллер на экране. Итак, диктуйте пошагово, что нужно сделать сначала, чтобы отобразить отобразить в коде другой контроллер на экране. Сначала нужно storyboard найти. Отлично. Storyboard. Storyboard. Какой класс за это отвечает? UI storyboard. UI storyboard. Иминициализация у него один. Что мы пишем в имени? А? А? Это в качестве повторения с прошлой лекции. Нам нужно... Название файла. Да. Название файла. То есть, мы пишем здесь main. Причем, большая маленькая буква, стараемся соблюдать, чтобы все совпадало, потому что case sensitive строка здесь. То есть, напишите с маленькой буквы, не найдет такой файл. Хорошо. Bundle. Что мы здесь указываем? Итак, для закрепления. Что делает эта строчка? Она получает объект Storyboard на основе файла Storyboard. Хорошо. Следующий шаг какой? Storyboard. Что нужно сделать? Взять контроллер. Да? Отлично. Хорошая идея. Storyboard. Как это сделать? Там есть такое слово, которое мне сложно выговорить. Хорошо. Там есть два метода InstaChate. Какой выбираем? Да, который со строкой. Почему его выбираем? Потому что нужен определенный, а не какой? Я. Да, не тот, который помечен входящим контроллером в Storyboard. И туда указываем идентификатор. Вот. И если раньше, ну, как в предыдущем варианте, мы что делали? Self-Present ViewController, да? и показывали этот ViewController на экране с анимацией и с нулевым completion, то сейчас, если вы так сделаете, контроллер не будет в показан справа налево. Он будет показан снизу вверх, то есть показан будет модально. Для того, чтобы он был показан, как будто он находится в NavigationController, то есть справа налево с анимацией, нам нужно сделать следующее. У самого ViewController UI ViewController давайте у нас документация есть. Help Developer Documentation UI ViewController Тут очень много всего расписано. Кстати, надо вам дать почитать это. Только это пропустил. Так, у нас есть easyloaded, это все понятно, модуль, модуль, повершу. Во-первых, у нас есть список методов, отвечающих за показ Presenting ViewController, model presentation style, то, как будет модуль, он собственно презентован. В случае с новым выходом iOS, это property, model presentation style, отвечает за то, будет ли оно вот так вот с закладочками отображаться, или поверх найдет как по-старому. То есть, когда в iOS 13 это представили, собственно, добавилось еще одно поле в этот modern presentation style. там есть еще несколько полей, вот вы можете с ними ознакомиться, посмотреть, какие есть варианты, то есть, page sheet, form sheet, full screen, current context, custom, ну и в общем, тут видите, есть довольно нормальное количество вариантов. Посмотрите, как контроллер может быть показан. То есть, контроллер может быть показан маленьким, большим, на пол экрана, на часть экрана, за это все отвечает этот presentation style, как он будет показан. Соответственно, есть метод show, viewController, который показывает, что контроллер будет показан в данном контексте. Есть тут detail viewController, это пока что проживаем present, который мы использовали, и тут комментарии, present viewController в модуле. То есть, неважно, в каком контейнере находится ваш контроллер, если вы скажете present viewController в модуле, то модальный контроллер снизу выйдет и закроет весь экран. Вот как-то так. Соответственно, как нам этого избежать? Есть у нас... Во. Интересно. Ну, что такое? И что-то внизу вылетает, что наоборот. Во. А, ну, нажалось автоматически. Да, есть у нас... Такой... Так как show это адаптивный вариант, есть вариант не адаптивный, а надежный. Давайте так. Потому что ваш контроллер в коде иногда может менять состояние, а именно он может находиться в тамбар контроллере, в навигейшн контроллере. Как это может быть объяснено? Ваш... Например, у вас есть профайл человека, да, и на профайл человека можно зайти с фида, можно зайти с чата какого-то, который есть переписан, например, если инстаграм брать, например, представим, что вы можете зайти, когда вы листаете картинки, можете зайти на профайл человека, вы можете зайти, сначала открыть экран, кто лайкал, потом зайти на профайл человека, затем вы можете переписываться с человеком, зайти на профайл человека, и вот когда вы в чате, например, у вас табар отсутствует, когда вы там на экране, я уже не помню, как называется этот экран в инстаграме, у вас табар присутствует, соответственно, каждый из этих переходов на профайл будет с разных мест, табара, с навигейшн контроллера, просто с модально показанного контроллера с довольно большого количества мест. И поэтому иногда важно, чтобы контроллеры показывались не в текущем контексте, а в том именно единственном контексте, в котором они должны быть показаны. То есть, если я потом с профайла захочу перейти на, не знаю, на какой-нибудь, предположим, у профайла есть под меню, типа, более детальная информация пользователя, там что-нибудь такое, или его все фотографии за последний период, например, этого пользователя, предположим, если такой у них появится, то если вы будете использовать segue или вот такие методы, которые адаптивные, то если ваш контроллер предыдущий был показан с navigation контроллера, то navigation контроллер следует туда, и это будет одно поведение. Если он был показан модально, вы перешли на профайл, затем опять модально, выехал снизу на весь экран, и затем решили показать его профайл, то опять будет модальный. Получается, что пользователь видит вот этот конечный экран с более детальной информацией о профайле, видит его с разным UI. Один раз он его видит с navigation баром, а второй раз видит его без navigation бара. И, ну это в зависимости, понятно, от сложности навигации в вашем приложении, да, это все делается. То есть, как довольно часто можно и забить, и использовать адаптивные методы перехода, но довольно часто нужно и указать какой-то конкретный метод перехода. Соответственно, у самого view контроллера есть интересный набор пропорти, который находится в секции getting other related view controllers. То есть, как переводится в секции, получение других связанных view контроллеров с этим view контроллером. Соответственно, что мы можем получить? Presented view controller. Мы можем из этого пропорти получить view controller, который презентит текущий view controller. То есть, на прошлом занятии мы что делали? Present и вызывали view controller, да, и контроллер новый появлялся на экране. Так вот, вот этого второго контроллера, который сверху появился на экране, мы могли взять пропорти presenting view controller и получить первый view контроллер, на котором он отобразился. Соответственно, есть и второе пропорти presented view controller. То есть, это view контроллер, который отображает текущий view контроллер. То есть, грубо говоря, как иерархия, примерно как у view. У view есть super view и есть sub view. То же самое у контроллера. У контроллера есть контроллер, на котором он показан, и контроллер, который на нем показан. Причем, что одно optional, что второе optional. Обращаю на ваше внимание на это. Вот, есть parent view controller. Это в том случае, если ваш контроллер является child view контроллером. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот, и дальше идет вот такой набор пропорти, который нас интересует, а именно navigation контроллер, split view контроллер и tabbar контроллер. То есть, это все три контейнера о tabbar контроллере и navigation контроллере вы дома уже почитали. Вот, и с navigation мы уже поигрались. Соответственно, каждый контроллер знает, в каком контейнере он лежит. И не важно, какой он там, третий по счету, четвертый, пятый, шестой. Если ваш контроллер там седьмой уже сверху отобразился в этом navigation контроллере, все равно у него будет navigation контроллер. Всегда можете обратиться к нему и узнать, в какой navigation контроллер он лежит. Тут обращаю ваше внимание на то, что если вы в седьмом контроллере в этом поменяли настройки navigation контроллера, ну, например, не знаю, изменили бар, да, как-то у navigation контроллера изменили бар. И у остальных контроллеров этот бар выставлен как inferred, то есть унаследован от контроллера только что, что мы рассматривали. То это изменение будет применено ко всему стеку контроллеров, которые уже сейчас есть на экране. Поэтому вот этот вот navigation контроллер, это получается один объект, который расшарен для всех своих дочерних контроллеров. И вы из дочерних вот этих вот встроенных контроллеров можете получить этот navigation контроллер и как-то им управлять. И это будет влиять на все содержимое контроллеров. Вот, соответственно, вы можете получить navigation контроллер, split view контроллер и top bar контроллер. Нас в данном случае интересует получение navigation контроллера. то есть мы пишем navigation контроллер. И нас интересует функция push view контроллер, куда мы передаем наш контроллер и выбираем с анимацией или нет. И в данном случае completion у нас никакого нет. В принципе, не сложно. Согласна? Ну, соответственно, у нас ничего не изменилось в данном случае. Оно переходит, все работает, все отлично. Единственное, что я сейчас попробую раскомментировать другую строчку. Посмотрим, как работает оно с вариантом present. С present, как вы видите, выезжает оно снизу. И все, кнопочки B нет, ничего нет. Нужно делать вариант, как можно вернуться с этого контроллера обратно. То есть, все, это уже модально показанный контроллер на весь экран. Понятно, да? Вопросы есть у нас какие-то по этому? Да, должна, да. А если с помощью этого чередневековичного контроллера она будет обратиться? Да. Только учитывая, что у контроллера, показанного модально, navigation controller property, которая optional, по умолчанию у нас не выставляется. И тебе нужно будет его ручками туда передать, установить. То есть, чтобы тебе потом на модальном контроллере отобразить как-то навигейший, тебе нужно ли его создать, этот навигейший контроллер, прямо на модальном контроллере в коде, как бы, UI navigation controller и скобочки создания. Вот, собственно, все просто. Создать и отобразить следующий. Или тебе нужно как-то его передать от предыдущего контроллера, если ты хочешь такие же настройки у того контроллера. То есть, по умолчанию он не устанавливается. Какой случай, когда есть монтальная форма, мы должны открыть форму с навигацией. Да, бывают, конечно. Да, бывают. Но обычно ты для этого что делаешь? Для этого ты открываешь модально navigation controller. То есть, смотри, я, кстати, спасибо, что напомнил, хоть и косвенно, но напомнил. Обращаю ваше внимание, как сейчас это в storyboard. Как только мы встроили наш контроллер в navigation controller, входной точкой в приложение, в storyboard, то есть, извините, storyboard, да, но в том числе и в приложение, является navigation controller. То есть, он отображается. Соответственно, давайте попробуем сделать следующим образом. У нас из кода появляется вот этот контроллер, да? Ну, мы только что это сделали. У него стоит идентификатор. Так вот, второй способ, как можно добавить контроллер. Navigation controller. Вы можете его просто вытянуть. Navigation controller. Вот он лежит. Вы можете его вытянуть. Он вытягивается сразу, сразу с своим первым контроллером. И связано это с тем, что вы не можете отобразить на экране контейнер. Вы должны его сразу отображать с содержимым. Хоть он и наследник от его контроллера, но не может так оно его отобразить. Вот. И чтобы теперь сказать, что у нас этот контроллер будет в navigation controller, мы протягиваем segway. И когда мы это протягиваем от navigation controller, у нас появляется еще одна секция под названием relation segway. То есть, взаимосвязь segway. Эта секция будет присутствовать, когда вы тянете от любого контейнера к любому view controller. То есть, у вас есть контейнер navigation controller, контейнер tabbar controller, контейнер split view controller. От этого контейнера тянем к любому view и будет эта секция. Соответственно, протягиваем эту связь. Она выглядит чуть по-другому. Вот она таким вот связочкой такой, типа не как стандартная segway выглядит. И это значит, что root view controller у данного navigation controller будет вот этот контроллер. Теперь, если мы... Что мы сделаем? У меня сейчас в ходе... Это можете не повторять. Постарайтесь это понять и запомнить. Я уберу navigation controller, да? Сделаю present, как у меня... Только что, да? Вот так было. Домнелекшн 12. Вот оно снизу выезжает, да? Супер. А без верхнего бара, видите, выезжает сверху. Что я теперь сделаю? Ну, во-первых, я цвет поменяю, чтобы было понятно, где мы находимся. И вот этот storyboard идентификатор, который у нас есть, я его перенесу в navigation controller. Что сейчас должно произойти? Код, который во view controller не меняется. Он берет main storyboard. Он берет по этому storyboard контроллер по идентификатору. Так как navigation controller у нас является наследником от UI view controller, поэтому этот метод institute view controller возвращает нам UI view controller. Но по факту это не UI view controller, это navigation controller. Но вот таким образом реализован полиморфизм. Тут понятно, да? Соответственно, мы этот контроллер модально презентим. Модально презентим. Смотрим, что происходит. Я его модально запрезентил снизу, но у него есть navigation bar, видите? Потому что я модально запрезентил сейчас другой navigation. То есть, когда ты хочешь из модального перейти в navigation, тут вопрос, как ты хочешь это сделать? Снизу или сбоку? То есть, таким образом я могу модально открыть формулу и где сверху не дарить свои коды, которые вообще никак не исчезают из первого. Ну, с основным. Да, да, да. В принципе, так как ты сказал. Тебе даже не нужен и navigation controller, который я только что сделал. Тебе достаточно просто сделать вот этот табар сверху и все. Ты его можешь сразу выставить. Вот смотри, в случае... Я сейчас пустой контроллер вытащу на экран. ViewController... И у него есть вот этот топ-бар. Если Transclusive Navigation Bar или какой-нибудь давай Black сделаем, то все, тебе даже не нужен навигейшн. Если тебе нужен только этот бар, тебе даже не нужен навигейшн контроллер. Ты просто его выставил в контроллере и все. Зачастую, там, какие-то кнопки, модалка открылась, а там еще никакой кнопки. Что-то открылась с боялом. Мы не знаем, что он... Она создает, да, и здесь поле с плодом Gmail, чтобы красиво обгорать, можно будет еще одну модалку. И можно красиво привести. Да, да, можно так. Но только ты должен учесть, что ты должен просто всегда... Ну, не смогу сказать, что держать в голове, но понимать, что этот контроллер показан модально, значит, его нужно модально убрать. То есть, если ты модально показал, как Present, а отмена как у нас? С прошлой лекции. Подскажите человеку, как у нас отмена ухода с контроллера? Да, Dismiss. Ну, Self не обязательно указывать, а оно автоматически ищет сразу на Self. Вот, Dismiss. Соответственно, если это Navigation Controller, то хотим показать, используем Push, а хотим убрать, используем, догадаетесь, что? Pop. Обратная операция Pop. Если мы хотим показать Push, хотим убрать в Navigation Controller, указываем Pop. Это желательно запомнить. То есть, давайте я сразу покажу эту функцию. Мы ее сейчас не будем писать, применять и так далее, но желательно не знать. Navigation Controller, PopViewController. И просто спрашивают, с анимацией да или нет? Все, с анимацией. Значит, у вас будет попнутостью контроллера. То есть, контроллер улетит вправо с анимацией. Понятно? Сверху. Уйдет на предыдущий. Как это так? То есть, это обратное действие для Push контроллера. Соответственно, с самим Navigation Controller в принципе проблем особых никогда нет. При работе с ним вы добавляете экраны в стейк, убираете экраны в стейк. У вас есть кнопочки, которые нужно только конфигурировать. Иногда конфигурирует табар. Собственно, вся работа с Navigation Controller обычно сводится к кастомизированию вот этого верхнего пара для разных контроллеров. Вот и все. То есть, кнопочка бэк всегда будет, да. Тогда тебе нужно взять, у нас же есть тут, у тебя есть два варианта. Смотри, есть ли у этого контроллера этот верхний бар, Infert, то есть взят из контейнера, да, или из какой-то внешней штуки. И тогда ты можешь написать, так, а ну-ка, тут уже есть подсказки. Табар item есть. Шоу, топ бар. Табар контроллер, бар позиция. Видишь, это функция, пропорти. Табар item. Нет, это не то. Ладно, тогда пойдем таким путем. Navigation Controller. Bar. Navigation Bar. Вот. И ты в этом Navigation Barе можешь Left. Сейчас, item. Back item. Items. Есть массивы айтемов, есть back item. Ты можешь брать этот BarButtonItem, эти Navigation Items и использовать их. Например, у тебя будет там, это будет TopItem. Топ же что-то будет. Топ. А здесь будет BackButton, BackBarButtonItem. Вот видишь, он у тебя доступен. Глубоко, получается, лежит по факту, но лежит. Вот этот BackBarButtonItem можешь конфигурировать как угодно. Он у тебя типом UIBarButtonItem. И что у него есть? Target Action это понятно. А, за что? Когда я первый раз перешел на новую страницу, у меня папочка Back проявилась. Но мне сверху нужна понять еще одна. Я ее должен в левейшем контроле или в пио создать, а там тут типа отобразим, сказать, что нашел. Еще одна? Нет, тогда тебе нужно в текущем добавить этот BarButtonItem. То есть добавить одну программу? Да. Или UI, или программу, да, как это сделать. Причем довольно часто бывает, что вам нужно свою кнопочку Back. То есть не стандартную, а свою. Вот в этих случаях, опять же, берется этот BackBarButtonItem и кастомидируется как вам нужно. И по этому экшену вы делаете все, что угодно. Можете добавлять свой экшен, можете использовать стандартный вариант. В принципе, этот Bar, он очень сильно, скажем так, очень по-разному настраивается. Какие нюансы хотелось бы вам рассказать по этому BarItem, по этому бару, короче, сверху, который у нас есть. Вы заметили, что есть у него два значения, которые есть у контроллера. Можно посмотреть, какие бывают типы, да. Translucent и OppoQ. Так вот, вот этот translucent Bar, который такой полупрозрачный, да, получается, он даже не полу, а он такой размытый, заблюренный, если можно так сказать. Вот этот вот блюр и полупрозрачность жрет очень много ресурсов в приложении. В принципе, это красиво, никто бы вообще не обращает на такое внимание. Но иногда у вас есть некоторые экраны, на которых у вас происходит какая-то дичь с анимацией, с работой какая-то с графикой, да, еще с чем-то. Например, если вы будете отображать камеру, и внезапно вот этот translucent Bar туда влепите на камеру, можно почувствовать на слабеньких девайсах небольшое проседание, потому что под камерой будет все время динамически меняться изображение. И это будет, ну, чуть-чуть, чуть-чуть буквально так будет пролагивать. Это может быть незаметно, если вы все время пользуетесь этим девайсом, но если вы пересели с хорошего девайса на плохой, это будет немножко заметно. Вот, поэтому, единственный момент, который учитывает, вот этот прозрачность, это всегда тяжелая операция, типа, особенно заблюренная эта прозрачность. Поэтому, если у вас будет динамически меняющийся контент под ним, ну, возможно, ну, короче, подумайте, нужно так делать или не нужно. Потому что на 5S iPhone часто замечается такое проседание. Или на iPad mini, который там первого поколения, первое поколение не только iOS 9 поддерживает, второго поколения, например, iPad mini, он иногда тоже проседает от таких вот перформансов. Поэтому для них часто ставится тупо проверка в коде, там, если девайс там какой-то там такой, то использовать OPQ бар непрозрачный. Вот, единственное, что насчет этих проверок. Старайтесь в коде ни в коем случае не использовать, типа, проверки для конкретного какого-то девайса. То есть, if iPhone X, то сделать это. If iPhone XS сделать это. Если iPhone 8 сделать это, там, 8 Plus сделать это и так далее, особенно для UI это касается, когда будете разрабатывать UI, старайтесь так никогда не делать. Потому что я буквально позавчера нашел интересный код у себя в проекте, где у нас топ-бар, который мы сейчас будем насматривать, он не стоп-бар, а чуть-чуть увеличен. Чуть-чуть увеличен. И когда вышел iPhone X первый, я еще не был на этом проекте, ребята, добавили такой импич, if, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, тогда бар, типа, еще больше на 14 пунктов, или так, ну, чтобы вот эта кнопочка кнопка, чтобы еще выше нее было. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что нужно, кстати, делать. В сентябре выйдет новый девайс, и я должен помнить, что я должен пойти в этот if у себя в входе и написать еще один девайс, для которого будет отдельный какой-то типа размеры. На самом деле, по-хорошему, надо будет взять Safari снизу, которая есть у каждого устройства, считать размеры от ботом Safari, или ботом Play.org, на который сейчас не приведет, ну, не важно. Считать эту вещь, ну, и применять ее. И начать, типа, на устройство. Вот, поэтому всякие проверки на устройство ведут к тому, что каждое сентября вы будете перелопачивались в этот код и дописывать туда новое устройство. То есть, это код не поддерживает. Особенно, если вы добавите себе его куда-нибудь там закрома, куда-нибудь там, сохраните себе, а потом через три года заходите использовать, то вам нужно будет его еще дописывать. Ну, короче, не делайте. Если вот здесь возможность не писать, код, связанный конкретно под устройство, не пишите, пишите всегда общий код. Тоже касается, есть еще такой нюанс, if available. If available. Ну, собака пишется. If available. И тут пишется IOS, например, там, 12. IOS, ZDP, это, так сказать, обтеченный FV, может быть, IOS здесь. Код IOS все время развивается с каждой версией, добавляется что-то новое. И когда добавляется что-то новое, оно вот как в случае с Сегве, да. Появилась новая Сегве адаптивная, которая, если модальная, то она пока модальная, если есть navigation-контроллер, оно показывает как navigation-контроллер, то есть выбирать, да, адаптивная Сегве. Раньше такого не было. И, соответственно, приходилось ручками это все проверять. И довольно часто получается код, который универсализируется, он, тот код, который отвечал за какие-то конкретные реализации, он устаревает. И чтобы его продолжать использовать, X-код вам может подсказать, типа, смотри, этот код, типа, ты поддерживаешь у себя в проекте IOS 12, но этот код на IOS 10 был только доступен. Если ты хочешь этот код сохранить, и там будет сразу у X-кода предложение fix, типа, fix it, и он вам допишет if available и для IOS 10, например, использование тайна. Соответственно, этот код будет работать только на IOS 10, больше у них нет, но и раньше, 9, 8, 7, 6, наверное, смотря, что это за код. Вот. Так, можно установить IOS 10 Perler, или IOS 11 Perler, или конкретно IOS, например, только на IOS 10, это было IOS 2 и так далее. То есть вот такое тоже старайтесь избегать в вашем коде, старайтесь писать универсально. Если не на глухом X-коде это предлагает, просто запомните, ни устройства, ни версию IOS в коде не прописывайте. Когда вы придете на проект, советую сразу в поиске в X-коде написать iPhone слово и поискать все устройства, которые ищутся на этом проекте. И вот этот if available вариант поискать. Таким образом, это легкий способ понять много ли говно кодов проекта. Вот как вот так. Ну а вот эти вот параметры. Есть проверка на устройство, есть проверка на версию IOS. Потому что нужно писать универсально. Так. Что нас интересует сейчас? Скажем так, очень редко. Вот я люблю говорить в таких случаях, прям вот очень-очень-очень-очень редко тебе приходится такое делать. Есть нюансы, да есть. Например, с новыми фреймворками, когда там AirKit выходит и так далее. Но должен понимать, что AirKit, по-моему, на 6s iPhone доступен, а на 6 iPhone не доступен. Вот. Но на 6s iPhone лучше вообще не пользоваться AirKit. Типа, ну он очень слабенький. Особенно первый был. Там девайс очень сильно нагревался. Потом начинал троттлить процессор. Все лагало. То есть он мог поработать буквально 5 минут. Потом быстро нагревался и все. И у тебя все зависало. Чертва матери. Поэтому что-то связано с AirKit более-менее сложное. Было вообще нереально запускать на 6s iPhone. На более последних, да, тоже хорошо работало. Вот. Поэтому в таких случаях, возможно, да, есть смысл. Но это только когда ты работаешь с фреймворками, которые, во-первых, молодые. Вот как AirKit фреймворк. И там сколько? Два-три года этому AirKit. Вот. Они молодые. И есть набор девайсов, которые, ну, его или не поддерживают, этот AirKit, или, ну, или вот они очень плохо работают, что лучше, в принципе, не портить репутацию своего продукта и просто это устройство вырезать из поддержки, там, для какой-то такой функциональности AirKit. А, например, с большим займом и серву в этом проекте, и не выпишу, он с какой-то, с 12-го? Да, с 12-го. То вот девайсов, например, для младшей версии. Просто этот порток у них не сработает? Да, он не сработает просто. А, вы там чуть-чуть, да, понятный, где-то, 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 где-то? Ну, так они изначально делали так, чтобы тебе не пришлось писать if available. Типа они, получается, один из принципов соли тут какой? Принцип закрытости и открытости. Он гласит о том, что сущность закрыта для изменений, но открыта для расширения. И Apple в этом плане, ну, как бы сказать, нет, они не молодцы, но они пытаются. Вот. И они в этом плане что сделали? Они оставили старую функциональность всю такой же, как она была, но дополнили ее. И новая версия iOS обращается к дополненной функциональности только. Если дополненная функциональность присутствует, тогда они с этой работой это подтягивают. Понял? То есть есть такие еще варианты реализации от Apple. Но не всегда. Иногда они прям пишут деприкейт и все, и это вырезают там следующие iOS, например. То есть в этой iOS это может быть помечено как деприкейт, но будет работать. Но как только выйдет, наступит очередной сентября и выйдет новая iOS, то готовьте, что ваше деприкейт будет полностью вырезано из проекта. Поэтому рассчитывать. Если вам проект сдавать в августе, то вы можете в принципе использовать деприкейт варианты и сдать их, а потом вам заказчик в сентябре придет, типа, о, тут iOS обновилась, ну извини, доплачивай за поддержку на iOS 13. Ну, вы поняли, в общем, как это маркетологи могут подносить. И, соответственно, так как разработчик тоже заинтересован в идеях бизнеса, особенно когда проектовать в августе, то можете пользоваться, типа, такими и нюансами. И писать их и вейлабл, там, всякие такие штуки, что в принципе, наверное, не очень хорошо и пользоваться деприкейтом. Ну, кстати, вот этот деприкейт, это висит, по-моему, для Сигви уже на второй iOS висит, по-моему. Ее презентовали еще после 10, наверное. Ладно, это может ошибаюсь, но это все не важно. Нас сейчас интересует табар. Ну, X-код нет. А, сейчас. Ни какой-то проблем с по-калезарзан. Ни какой-то проблем с по-калезарзан. Да. Ты говоришь, как переводить? Он переводит. У нас локализация есть в курсе. Таббар. Так. Таббар. Да, нас интересует. Таббар. Ну, таббар все то же самое, как у навигейшн контроллера. Мы можем его выделить контроллер и вставить через таббар. А можем вытащить его отсюда. Таббар view контроллер. Вытащим его. Вот, опять же, давайте сразу. На него выделите его. Можете на него перетянуть стрелочку. Или в атрибут инспекторе поставить initial view контроллер. Чтобы он у нас теперь был загрузочным view контроллером. То есть, или стрелочку, или галочку здесь поставите. Или на него стрелочку перетяните. На тамбар view контроллер. Что у него есть? Подождите. Подождите, а что я вытяну? Я не то вытяну, сейчас извините. Вон. 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 Таббар контроллер. Иди сюда. Вот он такой большой у нас. Вытянулся сразу с несколькими контроллерами. Установите для таббар контроллера сразу из initial view контроллер. Чтобы он у нас загружался при загрузке. Вот. Давайте покрасим контроллер в разный цвет. Чтобы было видно. Что происходит. Розовый. Серый. Серый. Соответственно, таббар view контроллер тоже контейнер. Который содержит в себе массив view контроллеров. Только он их отображает немного по другому. Итак. Там много людей признавало, что читала user interface guideline. Какая рекомендация для количества контроллеров в таббаре? Не более 5. Не более 5. Соответственно. Добавим. И добавим еще 2. Чтобы вписаться. Контроллер. Раз. Раз. Ну, лично я люблю, конечно, их располагать не слева направо, а сверху вниз. Но это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Да, давай двигаемся. Вот. Итак. Чтобы добавить контроллеры к таббару в UI, мы должны взять этот контроллер и протянуть связь от контейнера к контроллеру, который хотим добавить. Опять же. Добавляется секция relationship segue, которая связывает с view контроллерсами. Раз. И то же самое, relationship segue, протягиваем 2. View controllers. То есть протягиваем обычные segue, которые находятся в секции relationship. я их покрашу в дорогой свет. Я их покрашу в дорогой свет. Соответственно. Вот эти вот айтемы, которые находятся у bottom bar или top bar, они все конфигурируются. Если вы выделите в UI, он отображается как вот такой айтем, причем на каждом из контроллеров его можно выделить. Этот айтем имеет следующий набор параметров. Можно выделить и зайти в атрибут инспектор. У него есть бейдж. Бейдж это... Давайте я сейчас выделю, чтобы было видно. Бейдж это элемент вот такой красненький сверху на таббаре. Сюда можно запнуть все что угодно, хоть текст запнуть какой-то. Бейдж. Бейдж. Он стандартный текст этот. Вы не можете повлиять ни на шрифт, ни на цвет, ни на размер. Если будете так задавать. Чтобы на это повлиять, вам нужно сделать наследника от tab bar item и переустановить этот класс в самом контроллере. Чтобы изменять вот эти все показатели. Цвет можете задавать любой у бейджа, который вас интересует. Ну соответственно, вы можете выбрать стандартный набор табов, которые здесь есть. Типа звездочки всякие, какие-нибудь часики. И это используется очень редко. Стандартный вот этот вот набор ни в одном проекте в моем никогда не использовался. Всегда дизайнеры предоставляют, или не дизайнеры, но кто-то предоставляет всегда стандартный набор этих иконочек. Но не стандартный с iOS. Вот. Также вы можете установить сюда картинку. Насчет картинки есть много правил. Особенно эти правила касаются размера этой картинки. То есть вы не можете взять огромную гору, которую мы с вами скроллили на предыдущих занятиях и сюда вставить. Для tab bar есть определенный набор картинок. Чтобы, когда будете это добавлять, почитайте внимательно, какие должны быть разрешения. Там они константные, эти размеры. Вы должны сделать, или там, если дизайнеры будут делать, или вы будете делать, запросите у дизайнера именно таким размером картинку, как это написано в инструкции. Я точных размеров не помню, это нужно сейчас в документации есть уточнять. Вот. Но учитывайте, что они там установлены, и вы должны соблюдать эти размеры. Иначе это будет растянуто, выглядеть неправильно и так далее. Там есть определенные настройки по альфа-каналу у этих картинок и так далее. Желательно эти все данные, которые вы вычитаете, передайте дизайнерам. Ну или самим когда будете делать. Кого включал? Даже там протягивая связь. Смотри, от tab-контроллера вот отсюда. Я к кустому контроллеру перетону связь, и у него связь в view-контроллер написано. Плюс title position, custom offset подразумевает, что вы можете по горизонтали и по вертикали сдвигать ваш title. Видите, он там чуть-чуть двигается у меня. Можно его сверху отобразить, попытаться. Ну короче, в общем можно попробовать этим поиграться каким-то образом. Стандартно это настраивается. В принципе, такого достаточно такой настройки. А потом сам bar item. Вы можете указать title, который вас интересует. Его опять новую картинку. Какую вы хотите лендские при режиме картинку. И accessibility, large content size image, необходим для того, чтобы... Аксессибилити это такая отдельная тема, довольно емкая. В сеттингах пользователь может зайти, там у вас есть general и есть accessibility. Вы там можете выставлять всякие интересные штуки, типа общие для устройства. Именно как пользователь айфона. Там можно увеличить шрифты, например все, чтобы шрифт был увеличен. Шрифты уменьшить. И также вы можете настроить вот это вот large content size image. Я не помню, как он называется в настройках. В любом случае, если ваш клиент обладает там плохим, не знаю, зрением или еще чем-то. Он хотел бы видеть измененный табар для себя. То есть какой-то увеличенный и так далее. И, соответственно, для таких людей отдельно сетапится вот такая вот картинка. Опять же, у него есть свои размеры специфические, которые нужно почитать документацией. Что это за размеры. Вот. Ну и по умолчанию этот bar item enabled. То есть он может быть disabled, может быть enabled. То есть пользователь может нажать на него, может не нажать. Соответственно, понятно. Не заплатил он за этот таб, мы его не показываем. Заплатил, показываем. На что хотелось бы обратить внимание. Тут давайте запустим посмотрим, как это работает для начала. И немножко расскажу. Итак, у меня есть бедж. У него не выставлена картинка. А бедж я выставил, написал. Они сейчас такие серенькие, значит не активные. Что сейчас произошло? Мы загрузили табар контроллер. И сейчас у табар контроллера он взял свой первый контроллер и создал его и показал на экране. То есть вот этого розового view контроллера вызвалось view did load и view will appear. За constraint я не говорю, просто view did load и view will appear вызвалось. Остальные контроллеры еще не созданы. В памяти они еще не созданы. Вы должны это учитывать обязательно. В табар контроллере, как и в navigation контроллере, остальные контроллеры еще не созданы. Затем я перехожу на второй контроллер. Он создается. У него вызывается view did load и вызывается view will appear. При этом теперь у меня создано два контроллера. Первый и второй. Второй он не удаляется. Он один раз создался. И для него, когда мы переходили, вызвалось view will disappear, view did disappear. Он исчез из виду, но остался в памяти. Когда мы на него обратно будем переходить, у него вызывается только view will appear и view did appear. То есть view did load вызван не будет. У табара загружается контроллер всего один раз, когда на него первый раз заходит пользователь. Понятно? Это важно запомнить. Соответственно, сейчас у меня в памяти висит два контроллера, между которыми я могу быстро переключаться. Но третий и четвертый еще не созданы. В памяти их нет. Они еще не объявлены. Иногда просто необходимо, иногда в каких-то там нюансах, пользователь, например, ходит, что-то здесь кликает, 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 а эта информация должна отображаться каким-то образом, влиять на третий или четвертый контроллер. Вы их в коде связали, пытаетесь проверять, как это работает, а это никак не работает, потому что третий и четвертый контроллер еще, в принципе, не связаны. Ну, они не созданы, точнее сказать. Вы пытаетесь по optional параметру куда-то отсылать сообщение о том, что там ситуация изменилась, ситуация изменилась, ситуация изменилась, но контроллер ничего не будет отображать, потому что его нет. Как-то так. Вот, учитывать этот момент всегда. Соответственно, в Navigation контроллере, как только вы с контроллера ушли, он освобождается из памяти. В Tabbar контроллере вы ушли, но он продолжает жить. Понятно? Отлично. Соответственно, вы можете настраивать BG, можете настраивать все остальные там нюансы, которые вас интересуют в Tabbar контроллере. Обычно, что рекомендует Apple, если у нас больше 5 экранов? Кнопочка More. Да, кнопочка More. Она, кстати, есть даже в стандартных вариантах. У нее там трое точек, по-моему, и у нее есть More. И только единственное, что по этой кнопочке More рекомендуется такой какой-нибудь барчик, такой выплывающий внизу, чтобы вы могли выбрать что-то новое, которое выйдет или модально поверх этого, или с Navigation bar и так далее. Вопрос какой-то? Нет? Окей. Теперь, давайте скомбинируем... А, во-первых, да, важный очень момент. У топ-бара, у самого этого топ-бар контроллера, у него есть... Смотрите, у него есть, так как он наследник от того же AI-контроллера, у него есть такое понятие, как топ-бар. Давайте-ка мы выставим этот топ-бар, ну там, Black Translucent. Оп. И, обратите внимание, этот топ-бар появился на всех контроллерах, которые в нем лежат. Теперь у вас есть и Navbar, ну, грубо говоря, топ-бар, который называется здесь, и Tabbar, и Tabbar, и Navbar. Как-то так. Старайтесь их не путать. Которые вы также можете кастомизировать отдельно для каждого из контроллеров. Так, что мы хотим сделать? Мы хотим... Я сейчас уберу это изменение. Вы можете себе оставить, это не критично. Я уберу это изменение. Почему? Потому что я хочу теперь сделать пятую табу у нашего Tab-контроллера, которая будет вести на Navigation-контроллер, который мы сделали до этого. Протягиваем связь, и протягиваем связь с View-контроллером. Теперь, что мы видим? У нас в Navigation-контроллере отобразилось этот Tabbar-item, который мы также можем настроить. Я вон напишу что-нибудь типа Settings. Выберу какую-нибудь дефолтную. More, например. Не more, а выберу. Non-nodes. О, есть non-nodes. А есть с этим? Most. 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 View-вид. Ну ладно. Сейтингс. Хотя не, не хочу сейтингс. Featured. Ну, Featured. Выбирайся. Featured. Вот. Дело в том, что если я выберу, если я просто напишу Settings, то мне нужно еще установить картинку, иначе оно будет вот так некрасиво. Видите, без картинки. Я хочу, чтобы у меня было все красиво. Поэтому пришлось выбирать стандартный вариант. Bajig. Push-me какой-нибудь. Ну и запустим. Посмотрим, как это работает. Если вы протянули связь правильно, а именно связь ViewControllers, то это будет выглядеть следующим образом. Вы нажимаете и попадаете в NavigationController, в котором RootViewController установлен наш розовенький контроллер. Затем по NavigationController у вас также есть возможность гулять внутри TabBarController. То есть это все замечательно гармонирует по умолчанию. Именно такой Apple видит навигацию в приложении. Ну модально поднялись, как вы видите, тут у меня кнопочки назад просто нету. Когда мы модально поднялись. Вот, то есть обычно делается следующим образом. Обычно у вас, ну как, ладно, тут я не могу сказать обычно, зависит от приложения. Но довольно часто, если у вас есть TabBar, то обычно каждая таба, это идет Navigation вглубь по какому-нибудь стеклу контроллеров, в каком-нибудь стеклу функционал. Вот, то есть если вы переходите на TabBar, ну вот это в Telegram кстати можно наблюдать, да? Можешь наблюдать в Telegram? Вот у вас есть TabBar. А если вы внутри TabBar, у вас есть NavigationBar внутри TabBar. То есть у вас TabBar внутри Navigation. Внутри Navigation лежит. В Navigation контроллере вы нажимаете... Внутри Navigation контроллера лежит контроллер со списком чата. Вы нажимаете на чат, у вас идет переход на следующий контроллер полностью. Вот и так далее. То есть вы внутри каждой TabBar можете гулять и смотреть как это работает. Хотя у них интересно это сделано, но у них TabBar прячется при этом. Стикерс... А ну-ка, что-то... Так, что-нибудь интересное. Давно он так. С TabBar контроллером такая же примерно ситуация, как и с Navigation контроллером. Он довольно легко настраивается. У него есть делегат, как у Navigation контроллера, который может оповещать в каких-то изменениях в контролле. Например, что пользователь перешел на другой контроллер. Если вы хотите это отслеживать, можете подписываться на делегат у TabBar контроллера или у Navigation контроллера. Соответственно, больше всего работы у вас с этими контроллерами обстоят, когда вам нужно как-то кастомизировать вот этот нижний бар или кастомизировать вот этот верхний бар. Соответственно, тут, я говорю, по умолчанию у вас есть BG, что в принципе очень радует, но смотрите, что у вас не были небольшими, иначе, видите, будет такой оверлап на этом все деле. Старайтесь соблюдать гейдлайны, которые рекомендуют, сколько можно контроллеров помещать в TabBar контроллер и так далее. Так, сейчас что мы хотим сделать? Мы хотим засетапить наш UI, наш загрузку приложения из кода. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится файлик, один вспомогательный, который называется APP-делегат. Вы уже примерно начали понимать, что такое делегат. Кто-нибудь может мне теперь предположительно рассказать, за что отвечает APP-делегат? Да, вот файлик называется APP-делегат. По названию, что ты можешь, как ты можешь описать его? Хорошо. Какое отношение имеет точка входа к делегату? В вашем описании. Я вижу, что вы знаете, но почему назван APP-делегат? Делегат обычно для чего у нас используется? Для передачи какой-то информации между классами. Зачастую это используется, как мы это использовали в домашних заданиях между View и контроллером, для оповещения, что жест произошел. Когда мы делали свайп во View и View оповещало контроллер о том, что жест произошел и меняло название у лейбла. То же самое с APP-делегатом. APP-делегат – это класс, в который вам приходят всякие уведомления снаружи. Одно из самых главных уведомлений о том, что приложение запустилось. И самое первое, что вызывается в вашем приложении – это методы APP-делегата. У него есть довольно обширный набор методов. Часть из них представлена по умолчанию. И мы сейчас их рассмотрим. Начнем с самого верха. Во-первых, это класс, который наследуется от UI-респондер класса и который реализует UI-аппликейшн-делегат. Собственно, UI-респондер – где мы видели что-то похожее. У нас на UI-элементах, особенно те, которые от UI-контрола унаследованы, от которых мы можем экшены протягивать, особенно у них, можно найти в сториборде property из First Responder. А там галочка ставится такая. Помните? Нет? Нет. Что-что? В общем, Responder – это то, что приложение будет отвечать на действия юзера. Вот и все. То есть нажать на экран или на клавиши какие-то, на input какое-то приложение будет отвечать. И Application Delegate – это набор методов, которые будут вызываться у этого класса. Итак, смотрим на Application Delegate. У него тут, давайте я выделю его, 739 строчка, а начинается на какой? На 590. Это что там, 150 строчек, да? 150 строчек функций, описание, что может вызваться у Application Delegate, ОПП Delegate. Вот. Тут, кстати, можно наблюдать великолепные вот эти надписи Available. Видите? Available iOS 9, Available iOS 2, Available Available Available. Собственно, Available – это значит, что эта функция доступна с iOS 9. И если вы захотите эту функцию использовать в проекте, который поддерживает iOS 8 и выше, то вам нужно будет написать для этой функции, собственно, вот этот вот великолепный флаг и FB Label. Извините. Соответственно, здесь функций довольно много. Их хорошо бы знать и понимать, что происходит, но у нас тема жизненного цикла приложения чуть, так сказать, чуть будет в другое время, когда мы будем изучать состояние приложения и так далее. В любом случае, PPP Delegate – это класс, который реализует протокол UI Application Delegate. И система через этот класс оповещает нас о происходящем. Собственно, одну из первых функций, что мы здесь видим – это Application Did Finish Launching with Options. Мы уже видели такой примерный набор названий, как у ScrollView, например, DidScroll и так далее. Или WillScroll, DidScroll – вот эти все названия, которые любят использовать в UI Kit. Собственно, эта функция – это самая первая функция в вашем приложении, которая вызывается, когда ваше приложение загружается. Вызывается метод DidFinish Launching with Options. Это входная точка, она вызывается до того, как Launch Screen появился на экране. То есть не то, что Storyboard, а еще Launch Screen даже не появился, а у вас вызывается этот метод. Ну и дальше есть такие наборы методов интересные. У них сразу же есть комментарии, что происходит. То есть, ну, например, Application Did Enter Background. Ну, в принципе, из названия уже понятно, да? В данном случае это WillResignActive. Возможно, кому-то непонятно, что из названия это значит. Есть довольно детальное описание, что делать в этом методе, а именно использовать этот метод для освобождения ресурсов, сохранения даты, убирания таймеров, сохранения чего-то еще и рекомендации от Apple, что с этим всем делать. Есть рекомендация, а есть просто описание. Например, WillTerminate и написано, когда вызывается. Это когда ваше приложение будет кельнуто. Оно может быть кельнуто пользователем, а может быть системой. Система может быть кельнута в нескольких вариантах, когда там память немного живет ваше приложение или же когда оно долго висит в бэкграунде. То есть, что нас здесь интересует? Что мы вообще хотим сделать? Мы хотим независимо от сторибордов и так далее. Как вы уже поняли, в нашем приложении может быть несколько сторибордов. Кроме main-сториборда может быть еще огромное количество сторибордов. В первую очередь, это связано с тем, чтобы не было вот такого вот, вот такого вот не было. Чтобы у нас на сториборде не было вот этого всего, потому что сториборд, собственно, его объективная причина, долго грузится с большим набором параметров. Сейчас у нас контроллеры пустые и проблем особых нет. Но как только на нем будут куча элементов, куча еще всего, там начнутся довольно серьезные проблемы с загрузкой сториборда. Ну, скажем так, я не единственный, кто так считает, а еще там несколько разработчиков, с которыми мы общаемся, тоже так считают, что логичнее разбивать ваше приложение по сториборда по логике. А именно, например, у вас есть набор экранов, отвечающих за профайл пользования. Соответственно, что нас интересует? Давайте для нашего... Во-первых, там бар контроллер, я не хочу там бар контроллер, пусть будет Navigation Controller. Его нужно выставить идентификатор. 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 Выдергите инспекторе. Выберите именно Navigation Controller. Выберите его и пропишите ему идентификатор. Ну, не знаю... гейша контроля главное чтобы не ошиблись в идентификаторе дальше идем по делегат тут все довольно интересно что нас интересует в первую очередь в первую очередь интересуют это property который у него есть это windows в ios приложениях windows одно и вот я вам одновременно и собрал и сказал правду то есть по факту мы работаем с одним windows то есть мы создаем windows у нас есть выделено windows для приложения то есть это как ну как вам windows это окно окно который видит пользователь на это окно затем помещаются все эти контроллеры и они отображаются так вот windows сама по себе как она же где-то там была диаграмма классов а можете сейчас ее открыть диаграмма классов там где у нас наследование ее и кит элементов так для грамм ухты ж как ничего не видно же где наша юа виндов давайте поищем юа виндов стоит она на уровне с лейблами с табаром и так далее наследуется над ее и вью то есть вообще я виндов это наш его нельзя назвать в юда но это самый старший вообще самая старше что мы будем помещать все остальное то есть все завязано на классе и и абсолютно все соответственно иногда есть такие лайфхаки может видели может нет часто наблюдается в мессенджерах с видеосвязью когда вы связались по видео и хотите при этом гулять по приложению скайпе по моему это есть там в вайбере этого нет в телеграмме тоже есть типа ты смотришь видеосообщение а потом они не общались видео сообщение потому не знал вообще об этой штуке прикольно но в общем суть в чем вы гуляете по контроллерам а видео сообщение да например или там видео чат у вас висит поверх всего прям поверх всего так как мы работаем с контроллерами то у нас получается нужно как-то этот элемент между контроллерами перегидывать да вот но у нас есть выход и если вы это все помещайте на юй виндов а юй виндов у нас наследник от юй вью а значит если это наследник от юй вью у него есть subview то вы можете все это помещать на юй виндов и что бы ни происходило переходы между контроллерами анимация табаров над показанием модельного контроля у вас будет элемент висеть поверх всего на юй виндове эта функция доступна в айпаде в айпадах называется она picture in picture по моему как то так ее уже представили по моему в ios 11 наверное или в ios 10 ее можно использовать но наработание будет только на айпадах по моему а вроде если я не ошибаюсь чего чего кого кому а что ты хочешь поставить а на телефоны ну да 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 ну ну не знаю зачем это нужно ну возможно джеллбейк это тоже себе такое себе я не рекомендую ставить джеллбрейк я проходил сам джеллбрейком два или три года на своем айпаде и я не рекомендую никому ставить потому что когда я начал сам педалить под некоторые под джеллбрейк устройства ну так чисто поиграться что и оказалось что там открыто но абсолютно все настолько все что ну все данные ну короче я один раз запустил приложение и все данные улетели непонятно куда что так можно сделать вот потому что все все очень там открыто и это не очень хорошо вот я и так понимал что там все довольно открыто ну думал что хотя бы не не так прям не так прям все знаете как я не знаю как это слово правильно соответственно windows у windows попробуем в функции did finish launching with options это первая функция которая вызвана вызывается после того как наше приложение было запущенной системой попробуем сконфигурировать наш windows конфигурируем windows мы конфигурируем собственно все что будет показываться первым в нашем случае у нас будет root view контроллер есть такое property у класса UI window root view контроллер называется это так же как у navigation контроллера собственно это тот самый первый контроллер который мы можем установить и это будет первый контроллер который покажется на экране соответственно соответственно что нам нужно сделать let storyboard нам нужно контроллер достать из storyboard name name new и пробуем запустить это дело убедите что идентификатор у вас такой же как выставлен в storyboard и так что мы видим и так что мы видим мы видим что у нас отобразил на экране отобразился на экране нет tab bar контроллер а отобразился на видишь контроллер тот который мы указали в коде а собственно собственно что хочется добавить к этому всему делу первое window вы можете создать самому сами можете создать window то есть вы можете создать класс let window равно UI window вот так вы можете все сделать все я так можно создать можно так создать window дальше этот window вы можете конфигурировать как rootview контроллер и так далее ставить ему rootview контроллер например вот так это можно не посмотреть просто показывать дальше чтобы это window чтобы это window было показано на экране вам нужно сказать что это window должно быть главным window в данном случае главное у нас определенным словом key типа ключевое есть функция become key которая сверху есть описание call it automatically to inform the window that it's going to become the key window у нас есть набор методов который говорит что become key причем общение наше внимание здесь написано call это автоматикное то есть само вызывается данная функция make key вверху makes the receiver the key window то есть делает receiver key window дальше есть там property из key window которую вы можете проверить то есть к чему это я вы можете создать в вашем приложении довольно редко бывает в основном для сложной очень навигации в приложениях но может быть вам когда-нибудь это пригодится несколько windows уже готовы сконфигурированных в одном уже будет запущен top bar в другом уже запущен будет на навигейшн контроле и вы эти windows можете вертеть как хотите вы только их в апп делегате переустанавливаете и все переустанавливаете это property у апп делегата то есть self window равно window вы переустановили это property у делегата все теперь отображаться будет не стандартное окно а ваше созданное вашими руками окно которое как-то сконфигурировано по-другому то есть вы можете в приложении создать несколько вариаций вашей навигации и конфигурировать в зависимости от каких-то там условий не знаю или переключаться между окнами вот насчет окон тут тема довольно широкая единственное что я хочу вам сказать когда у вас поверх вашего приложения отображаются какие-то стандартные UI элементы ну например клавиатура да клавиатура iOS то эти стандартные элементы за которые вы никак не отвечаете отвечает именно система обычно отображаются в новом окне то есть поверх вашего окна отображается другое окно насколько критично это знаете в iOS разработке ну вы должны понимать тогда что если у вас есть элемент который вы сами добавили на window который у вас поверх всего 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 да например как вот видео сообщения в телеграме то при появлении клавиатуры на экране у вас появляется другой window и вы уже туда не можете этот элемент сдвинуть в принципе понятно то есть ну в общем учитывайте такие моменты что есть стандартные элементы из-за которых вам могут сказать блин у тебя баг смотри я не могу на клавиатуру это надвинуть такой до свидания просто сразу закрыть есть специальные системы трекера таска давайте таск трекер и в них обычно есть функция для таска которая на вас засадили типа вон тут все просто вам сказали пофиксить вон тут все не хочу до свидания или там обращайтесь в принципе вы как разработчик тоже можете так делать если вы аргументируете почему это не нужно делать типа то вы можете это не делать но это очень сложно сделать только в других ситуациях обычно все что требует делать нужно делать обычно так иначе зарплата не выпадет так соответственно если мы хотим поднять контроллер с нуля тоже например мы хотим сами создать стек контроллер для этого нам тоже можете не повторять старайтесь это запомнить сейчас мы можем создать навигейшн контроллер навигейшн контроллер навигейшн контроллер UI навигейшн и в него поместить view контроллер чтобы этот контроллер в навигейшн контроллере отобразился нам нужно вот вот подожди тут есть инициализатор интересно не блед о есть инициализатор с root view контроллером сейчас тогда чуть-чуть передвину наоборот так root view контроллер вот и теперь можете в этом окне отображать навигейшн контроллер который вас интересует то есть в принципе в коде вы можете точно так же сейчас сделать инициализацию сначала контроллера который хотите отобразить первым затем добавить его в навигейшн контроллер вот как root view контроллер я добавил этот контроллер в навигейшн контроллер затем этот контроллер навигейшн контроллер я отображаю на экране делая его root view контроллером Собственно, навигация в приложении строится следующим образом. Создается отдельный класс, который, если это сложная навигация в приложении, а не три экрана, которые можно сегуе протянуть. Это создается отдельный класс, который называется обычно роутер или что угодно связанное с навигацией, навигейшн класс, как угодно его называйте. У которого есть свое property window, который может доставать контроллеры из разных storyboard, который может создавать навигейшн контроллеры, который может создавать tabbar контроллеры, комбинировать их. То есть он может в топ-бар контроллера добавить NavigationController, у которого есть список своих контроллеров. То есть ему будет, например, целый массив контроллеров, который у вас уже поднят в другой топ-бар, если это не будет необходимо. Плюс, в чем преимущество? Вы можете взять, например, NavigationController у этого вспомогательного класса. У него есть, например, ViewController, тут массив, да? Variable помечено. Дело в том, что вы можете взять вот так однажды и написать вот так, установить пустой массив. Таким образом, где бы пользователь не находился, вы этот ViewController, ну, просто этот ViewController исчезает. Или вы можете в любой момент, где бы пользователь не находился, вы можете весь стэк контроллеров убрать и оставить только один контроллер в нем. То есть установка, переустановка списка контроллеров у NavigationController ведет к его такой красивой анимационной перестройке. К вот этому единичному контроллеру. Понятно? А это вот этот механизм довольно удобный. И... Кстати, насчет локализации я когда спрашивал, в iOS 13, по-моему, завезли функцию динамической локализации вроде как. Теперь не нужно... Раньше, чтобы локализация новая применилась в приложении, нужно было приложение перезапустить. То есть... Например, обычно локализация подтягивается из стандартного набора параметров. Когда приложение загружается, у него установлено несколько наборов параметров, в том числе один из параметров это язык, с которым он может загружаться. У тебя в приложении выставлен набор языков, которые ты поддерживаешь. Вот. И обычно загружается приложение с тем языком, который у вас установлен на телефоне. У меня локализация, например, английская на телефоне. Соответственно, все мои приложения загружаются с английской локализацией по умолчанию. Вот. Потому что это сделано как бы плавной локализацией. Вот. То в случае с контроллерами, иногда вот довольно частые фичи. Хотелось бы, чтобы в приложении вы типа с витч на кого-нибудь кликнули, и у вас поменялись... поменялись локализации, типа на всех экранах сразу, да, оп-так, и изменился текст, грубо говоря. То раньше, прямо очень раньше, ну и до сих пор этот метод работает, делался такой свитч, но приложение крешилось. И с таким попапом. Сейчас приложение закроется, потому что если крешится, а Apple rejects такое нельзя ни в каком случае делать. Но раньше был попапчик. Сейчас приложение закроется, вам нужно будет его переоткрыть в словом языком типа такого. А потом нашли лайфхак, почему это я в контексте навигации делаю. Потому что взяли все navigation контроллеры, которые сейчас есть у приложения, кинули их, пересобрали заново. То есть, грубо говоря, пользователь зашел в сеттинге на третий экран. У него главный экран, потом он там нашел profile settings, у него там три экрана settings. Он в navigation stack находится. И вариант изменения локализации, ты типа менял эту локализацию и удалял все контроллеры и пересобирал их заново. Ну как вот я сейчас сделал, типа удалил массив и пересетапил его заново, этот массив. Все контроллеры поднимались заново и они поднимались уже с новой нужной локализации. Типа такой более-менее лайфхак. Потом еще какие-то умельства создали кучу разных фреймвортов, но это уже отдельная тема для локализации. Ну в качестве навигации, скажем так, неплохо знать о том, что вы в любой момент можете взять и топ-бары, контроллеры, контроллеры, которые у топ-бара находятся, и контроллеры, которые у navigation контроллера находятся, и перезапустить их, пересобрать их, переформатировать их, поменять местами, сделать все что угодно. То есть вы можете, в принципе, такое редко встречается, но есть, что человек может себе UI-приложение конфигурировать, и там все можно сделать вот такими методами в коде. Довольно интересно с таким поиграться. Ну, собственно, основные properties, с которыми вы работаете, это property, вот этот массив view контроллеров. Ну и делегаты. Делегаты у navigation контроллера, делегаты у top-bar контроллера. Давайте сейчас попробуем это сделать, вот такой перестановить контроллер. Я код закомментирую, вот оставлю, как оно было у нас. Загружался navigation контроллер. Презент, закомментирую, опушу, раскомментирую. Что у нас интересует, что я хочу сейчас делать? Я сейчас хочу зайти на вот этот контроллер, который у нас в второй списке. И, ну, не знаю, есть ли в этом смысл. Вам, в принципе, понятен, как работает механизм, когда мы вот этот весь список стек контроллеров переустанавливаем в нужный контроллер? Да, ну просто оно само сделает с анимацией переход на контроллер. Вот как-то так. Вот, поэтому давайте мы тогда не будем это пробовать, чтобы не тратить на это время. Так, что у нас там дальше по плану? Так, storyboard, storyboard. Мейн интерфейс. Вот, поговорим немножко о настройках проекта. Собственно, перейдя в файл проекта, так называемый, у вас есть, перед вами открывается такое великолепное меню. Начнем с вот этого левого окошечка, в котором отображаются две секции, проект и таргет. У вас может быть несколько проектов и несколько таргетов. Обычно это один проект с некоторым количеством таргетов. Что такое таргет? Ну, простыми словами, это отдельный набор конфигураций для проекта. К таргету жестко привязаны файлы, которые собираются с текущим таргетом. То есть, в проекте у вас может быть там 40 файлов, но к таргету привязано всего 20 к этому таргету. К другому и остальные 20. Некоторые файлы привязаны и к тому, и к тому таргету. Зачем вообще нужна такая схема? Дело в том, что довольно часто вам нужно конфигурировать проект под разные нужды. Например, под нужды, ну, например, две ситуации. Первая. У вас есть один и тот же проект, который вы продаете двум заказчикам разным, с разным UI и с небольшими функциональными изменениями. Таким образом, у вас будет два таргета. Один таргет для одного заказчика, второй таргет для второго заказчика. Главное, однажды не ошибиться, не отправить одно одному, а второе второму. Второй вариант. Таргеты конфигуруются для разного рода тестирования и удобства работы. Ну, например, вы можете устанавливать таргеты, которые работают, например, только по HTTP протоколу, что позволяет вам легко перехватывать все связи, которые незащищенные, то есть смотреть, какие у вас дергаются ваши запросы к серверу с вашего приложения. Второй таргет, который, у нас все HTTPS, таргет, и который защищен, который как раз уйдет в прот. Но вы с ним не можете работать, потому что это защищенное соединение HTTPS сложно отлавливать. Вот, и может быть огромное количество разного рода конфигураций. Причина создания нового таргета, ну, не знаю, наверное, это лучше оставить на более опытного разработчика, который отвечает за проект. Если вам придется работать на проекте самому, то вам достаточно будет одного таргета, я вам это гарантирую. В любом другом случае, если ведущий разработчик на проекте посчитает это нужным, обязательно поинтересуйтесь причины, потому что причины отличаются в зависимости от требований на проекте. То есть никогда не бывает одной и той же причины. Ну, иногда повторяются, понятное дело, но по-разному. Второе. Выделив таргет, мы видим его настройки. Первое у нас выделено, это general настройки. Display Name. Это то, что будет отображаться на экране. Сейчас у меня оно сереньким, подсвечено, то есть не установлено. Но, в принципе, вы можете указать здесь абсолютно любое имя. Это имя вашего приложения, которое будет висеть, видно пользователю перед тем, как он будет его запускать. Понятно. Bundle Identifier. Bundle Identifier. Это идентификатор уникальный лично вашего приложения, который должен быть уникальный среди всех iOS-приложений в AppStore. Поэтому данный идентификатор формируется по доменному принципу, задом наперед. По доменному принципу, это значит, пишем сначала com, например, или у нас там ua. Пускай, да, там ua. Дальше пишем, ну не знаю, Synergy. Дальше там, что у нас, iOS-group. Точечка, и, например, там, election11project. Ну, примерно так. То есть, какая-то логика должна присутствовать в ваших названиях домена от большего к меньшему. Так принято. Дальше версия. Версия это то, что будет отображаться у пользователя в AppStore. Если вы зайдете в AppStore, на любое приложение кликните. У приложения всегда есть версия подписана. Это та версия, которая установлена здесь. Именно она высвечивается пользователем. Также есть build number, но его еще нужно поискать. Он отображается. Но он тоже где-то есть лучше. Я уже не знаю, где он в AppStore после редизайна. Но он в AppStore тоже отображается. Или отображался. Ну, в общем, сделаем вид, что отображается. И его тоже видно. Версия в данном случае 1.0. Считается, что ваше приложение уже официально зарележено. Если ваша версия приложения 0.4, например, да. Начинается с нуля, имеется в виду. 0.4.3. Обычно для версии используются три цифры. Первая это Major версия, которая обозначает, собственно, какие кардинальные изменения были в приложении. Если это 0. Обычно, обычно. Это означает, что приложение еще в бета-тестировании. То есть оно может быть в AppStore, но оно еще в бета-тестировании. Все приложения, которые официально, так сказать, зарележены, всегда имеют единичку вначале. Ну и по большей части. Всегда по большей части имеют единичку вначале. Это значит, что это приложение уже не в бета-тестировании, а уже, собственно, выпущено как нормальное приложение. Вот. BuildNumber может иметь абсолютно любое значение. Здесь можете указать, не знаю, 4 321, например, BuildNumber. Это номер билда для данной версии. Или не для данной версии. Тут можете привязываться к версии, можете не привязываться. Тут как бы от вас зависит. Вы можете BuildNumber сделать общим для всех версий. То есть, когда вы переходите на версию, например, 4 4 или 4 5, а BuildNumber не обнуляется в единицу, а остается прежним, но только типа наращивается на там 4 322, а не 421 и так далее. Тут уже лично ваше, это вообще всем пофиг на этом. Затем, Automatically Managed Sign-In. Секция Sign-In. Для того, чтобы нам установить приложение на устройство, нам необходим аккаунт разработчика. Для того, чтобы установить, по-моему, 3 приложения на одно устройство, вам достаточно бесплатного аккаунта разработчика. Учитывайте только, что через несколько дней это приложение перестанет запускаться само. Соответственно, есть у нас два вида подписи. Это автоматический вид подписи. У меня тут есть несколько команд. Личные, какие-то команды и так далее. Некоторые из них это аккаунты бесплатные, некоторые из них это платные аккаунты. То есть можно выбрать любой, тогда я смогу собрать данный билд на устройстве. В любом случае, если у вас Sign-In или нет Sign-In, вы всегда сможете собрать билд на симуляторе. Для того, чтобы собрать билд без автоматического ассоединения, вам нужны дополнительные файлы. Эти файлы называются... Вот список Provision Profile. Эти файлы что делают? Они подписывают ваше приложение при запуске на устройство. Это нужно для безопасности. Соответственно, этот файл, он как бы цифровая подпись, грубо говоря, так. Назовем это так. Соответственно, довольно часто, когда вы разрабатываете проект, заказчик не хочет вам давать доступ к его аккаунту, к его аккаунту разработчика, которым заливаются билды и так далее. Единственное, что он делает? Он скидывает вам вот эти файлы, с которыми вы можете подписывать приложение. То есть, грубо говоря, вы ничего не можете делать с этим приложением, кроме как подписать его и залить к нему на аккаунт. Все. То есть, вы никаких доступов не имеете. Чтобы добавить его в автоматическую подпись, вам нужно ввести логин и пароль от этого аккаунта разработчика. Платный он или бесплатный, неважно. Вам нужно ввести логин и пароль его. Соответственно, не каждый заказчик хочет такое делать. Поэтому, там есть, конечно, другие способы, как это можно сделать, но не суть. Довольно часто скидывают Provision Profile, которые вы у себя добавляете и используете для подписи. Debug, Release версии. Provision Profile бывают нескольких типов, три типа. О них, я вам скину материал, лучше почитать отдельно этих типов Provision. В любом случае, это отдельные файлы, которые вам нужно будет, чтобы собрать проект на устройстве. Это нужно учитывать, когда перейдете на проект. Если нет, автоматическая. То есть, сразу спрашиваете и узнаете. То же самое за счет версионности. Можете, кстати, на собеседованиях спросить, какая версия вашего приложения, чисто чтобы иметь в виду, это бета-тестирование или релизная версия приложения. Если, ну то есть, не знаю, если для вас информация это важно, ну, в принципе, можете так тоже чекнуть, спросить, какая версия приложения на собеседовании. Дальше, Deployment Target. Здесь мы выставляем версию iOS минимальную. То есть, если мы выставим версию 9, 8 и так далее, нужно будет в коде учитывать все эти нюансы, что мы поддерживаем эту версию iOS. Как мы видели, в AppDelegate есть некоторые фичи, доступные с iOS 9. Если я сейчас в AppDelegate напишу поддержку этой функции, поставлю iOS 8, то мне нужно будет писать вот этот if available флаг. Дальше, поддержка девайсов, iPhone, iPad или поддержим сразу на двоих, на iPhone и на iPad. Дальше, Main Interface. Собственно, Main Interface это Storyboard, с которого у вас будет начинаться приложение. Как мы видели, мы можем это сделать ручками в коде, написать, в Windows установить, а можем зайти сюда, и у вас в списке здесь покажутся, отобразятся все файлы с разрешением .storyboard, которые находятся в вашем проекте. То есть, в этот файл .storyboard можете сами добавить и сказать, что это будет главный Storyboard в вашем приложении, так сказать, входной Storyboard в вашем приложении. Поддержка ориентации. По умолчанию портретная, landscape left, landscape right. Раньше по умолчанию еще было upside down. Но в чем фишка? Upside down ориентация отсутствует на вот этих x-айфонах. Из-за того, что там бровь вот эта вот торчит, они решили, что мы для этих устройств запретим upside down ориентацию в принципе. Поэтому я свой 6s могу перевернуть и дальше пользоваться интерфейсом, а какой-нибудь Majors XS Max телефоном не может перевернуть и пользоваться перевернутым интерфейсом. Не знаю, насколько, конечно, это полезно, но если будете кому-то меряться, будете... А, ты можешь так, типа? Ладно, это я шучу все. Status bar style. Status bar. Status bar это вещица, которая у вас отображается сверху, на которой видна там ваш... У меня там МТС провайдер, Vodafone UA, там наш залочный телефон и батарея. Это status bar. Он размером 20 поинтов, по-моему. И он может быть двух режимов. Темным и светлым. А, нет. Intended to use on light backgrounds. Короче, он бывает в ночном режиме тоже, но у меня здесь можно выбрать только light и default. В коде, по-моему, можно выбрать еще dark вариант. Ну, можно было, по-моему, точно dark вариант выбрать. Соответственно, тут, кстати, default интересно, ну ладно. Default это черный, а вареный. А, дефолт это черный? Да. А, ну окей. Соответственно, вы можете его спрятать, если у вас полноразмерный экран, то есть если вы игру какую-то делаете, или, не знаю, что-нибудь, что-нибудь, где это еще может быть применено, мультимедиа, например, где вы там видео всяким делаете. Status bar эти не нужны. Тоже можете его прятать. Апп икон. Апп икон задается в... В ассетах, и здесь выбирается. Можете ее использовать. Embedded binaries. Embedded binaries и linked frameworks. Здесь мы добавляем все стандартные фреймворки, которые у нас есть в коде. Например, linked frameworks. Нажав плюсик, я вижу все стандартные фреймворки, которые нам доступны. по умолчанию. Они желтенькими такими корзиночками. Не знаю, чем это. Отображены. Соответственно, тут вы можете найти все, что угодно. Есть UIKit, есть даже Twitter фреймворк, обращаю ваше внимание. Есть WatchKit фреймворк, User Notification, ScentKit, Security фреймворк. В общем, тут есть все, что вам необходимо для работы. Здесь есть CallKit, например, если у вас есть звонки в приложении. AirKit, если вы хотите делать дополненную реальность. CoreData, если вам нужно работать с базой данных. Нажимаем Add, и фреймворк добавляется в ваш проект. Все просто и понятно. Если вы используете не стандартный фреймворк, а какой-нибудь, который вам нужно добавить извне, вам нужно написать Add Other и найти этот фреймворк и добавить себе. Выглядит довольно просто, но если вы будете добавлять его ручками, нужно будет сделать несколько дополнительных шагов. Обычно, когда вы хотите какой-то сторонний фреймворк добавить, рядом с ним всегда лежит инструкция, как это сделать правильно, как именно этот фреймворк добавить правильно. Понятно? Поэтому всегда ищите инструкцию рядом с тем местом, где вы качаете этот фреймворк. Дальше, с General Method все понятно. Capabilities. Capabilities это фишки вашего приложения, которые напрямую связаны с девелопер аккаунтом. То есть, ну например, что-нибудь интересное. Пуш-нотификейшнс, да? Пуш-нотификейшнс это, собственно, те самые нотификации, которые вам приходят на телефоне от разных приложений. Эта фишка выключена сейчас. И включить мы ее не можем, потому что требует определенный, скажем так, девелопер аккаунт. Потому что все эти Capabilities напрямую связаны с девелопер аккаунтом. В первую очередь, это Capabilities должно быть включено в девелопер аккаунте. Если у вас сейчас в X-коде, вот так в X-коде есть References, есть Accounts. Если у вас этот аккаунт добавлен в X-коде, и вы его выбрали, выбрали, вот здесь. Нажмите Select, и что-то так. А, ну вот смотрите, тоже интересно. Я выбрал, я выбрал, приколы, приколы X-кода. Я выбрал только что бесплатный девелопер аккаунт, и сразу количество того, что я могу на нем сделать, моментально уменьшилось. И, как мы видим, здесь нет уже пуш-нотификации. То есть на бесплатном девелопер аккаунте мы не можем отправлять пуш-нотификации пользователю. Как и еще очень-очень много другого не можем делать. В том числе тут нету покупок внутри приложения, например, нету там геолокации, по-моему, нету, еще какой-то штуки нету, еще много-много-много-много чего нету. Вот, соответственно, если вы это включаете из X-кода с подключенным девелопер аккаунтом, он идет в ваш девелопер аккаунт и там сам включает это. Если вы используете Provision профайлы, например, когда вам не дали доступа к девелопер аккаунту, а дали Provision профайлы, которые, собственно, файлы, которые подписывают ваши билды на устройство. Вам выдали эти Provision профайлы, и вы хотите активировать новую фичу. Вам нужно просить кастомера, зайди, пожалуйста, и активируй там у себя эту новую фишку и скинь нам новые Provision профайлы, в которых эта фишка активирована. Соответственно, Capabilities, я вам советую их почитать, просто хотя бы пройтись по списку, чтобы увидеть, какие есть возможности в принципе, что вам доступно, что вы можете мапсы добавить, что вы можете АПП группы добавить, что такое АПП группы, загуглили, посмотрели, что такое АПП группы, зачем они нужны, бэкграунд моды, например, у приложения, что это такое, зачем они нужны, хотя бы в таком overview варианте. Вы должны просто понимать список действий, что вы можете делать с устройством и с приложением в принципе. Дальше, ресурс тег. Ресурс тег нас вообще пока не интересует абсолютно. Инфо. Инфо это такой сжатая информация о вашем приложении. Например, Custom iOS Target Properties. Buddle Identifier. Когда вы видите вот такую запись с долларом Product Bundle, это значит, что это берется из какого-то другого места. В данном случае она берется отсюда, из Generalов, вот отсюда берется с Buddle Identifier. Ну или из инфопы листа. До этого мы еще дойдем. Вот. Версия, которую вы меняете в Generalов, меняется здесь. Storyboard, который вы меняете в Generalов, тоже меняется здесь. И много-много-много, что вы меняете в Generalов, тоже меняется здесь. здесь. То есть, статус-бар, вы можете заходить прямо сюда, это и править, если напрямую. Документ Type. Документ Type. URL Type. Документ Type. Если я не ошибаюсь, документ Type, я, наверное, уверен, что никто из вас такой штука не пользовался, но когда вы подключаете iPhone к своему устройству, некоторые приложения в iTunes отображают список файлов, которые к этому приложению относятся. И вы можете этот список файлов, ну, выбрать, например, конкретное приложение, не знаю, книги, например, какие-то, только не стандартные, а какое-то стороннее приложение книги, открыть его. И там будут файлы, которые типа расшарены, открыты для того, чтобы шарить их через iTunes. Насколько это важно, непонятно. В дебаг моде это прикольно, потому что вы можете эти логи сохранять, и когда вам нужно, тестерочек, у меня баг, смотри, типа капец, а вы такие, ничего не воспроизводится у меня. Потом, ну, дай-ка, я логи скачаю, подключил, логи скачал себе, но это все требует типа отдельных настроек, документ Type, и так далее. Build Setting. Это самое интересное, потому что вот здесь происходят собственно все-все настройки вашего приложения. Их довольно много, они, их все знать не нужно, не обязательно, и так далее. Их нужно знать по мере. А вам что-то нужно настроить, пошли, почитали, где, как, и так далее. например, тут есть Swift, и вот у меня Swift Compiler, например, и написано Swift 3. Замечательно. Замечательно. А Swift 5 ты не хотел мне написать? А что Swift 3 написано? Ну, потому что у меня сейчас стоит несколько версий Swift, а он потягивает не тот. Ну, какая мне разница? Она что-то со Swift 5 забирает. Так, тут очень есть много конфигураций, завязанных на дебаг и релиз версии вашего приложения. Еще раз обращаю ваше внимание. Вот здесь вверху вы можете зайти в редактирование схемы и сборку вашего проекта изменить дебаг на релиз. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в билдсеттингах при сборке вашего проекта будут использоваться не конфигурации, не для дебаг режимов incremental, например, в данном случае, да, а для релиза режимов whole module, ну и так далее. Этот дебаг релиз варианты дебаг, вот, их довольно много. Видите, дебаг релиз в build locations, build options, в deployment, в линке, линке типа, что линковать в дебаг режиме, что линковать в релиз режиме. То есть, вы можете в дебаг режиме, например, линковать какие-то дополнительные фреймворки для дебага только, в релиз режиме их не линковать, и этот список будет меняться. В дебаг режиме вы можете что-то одно настраивать, в релиз другое. То есть, смотрите, например, appclang code generation. Вам пока это ни о чем не говорит, но сама суть. В дебаг режиме none стоит, минус O0. В релиз стоит fastest smallest. То есть, в релиз версии ваше приложение будет и меньше, и быстрее работать. То есть, если у вас в дебаг режиме что-то лагает, попробуйте собрать его в релиз версии на устройстве. Я имею в виду на устройстве. То, что лагает у вас в симуляторе, это типа, не обращайте на это внимание, это может быть у вас тачка слабая. Вот, если лагает на устройстве, попробуйте собрать релиз версию, посмотреть, лагает ли ли релиз варианта, потому что в рот будет в App Store Connect уходить релиз варианта. Собственно, все вот эти вот варианты уходят в, применяются для дебага релиз варианта. Иногда программисты этим пользуются, и они могут написать что-то вроде, что-то вроде, например, не знаю, if debug and if ну, например, как это можно использовать? Тут еще нужно else if просто else present то есть, что я сейчас сделал? Я изменил навигацию в своем приложении таким образом, что в дебаг режиме у меня будет пушаться 2 минуты, 3 минуты. В дебаг режиме у нас пушается view контроллера, в релизе варианте он будет презентиться модально. Вы можете это использовать у себя в коде каким-то образом. Вы можете что сделать? Пойти в настроечки, в build сеттингах указать для дебаг режима одно, для релиза версии другое, а именно user defined дебаг, можете добавить свой можете добавить свой какой-нибудь флаг сюда, и он будет собираться только для дебага или только для релиза и так далее. Это очень важно, особенно при настройке логирования какого-нибудь или так далее. Если вы захотели сделали у себя логи, которые сохраняются в файл, желательно, чтобы эти логи ни в коем случае не попали на продакшен, чтобы никто под jailbreak устройством внезапно не зашел, не скачал все ваши логи с приложения и не взломал его, если у вас какое-то важное приложение. Поэтому все такие проверки, настройки они по такие конфигурации вводятся. Сейчас, еще чуть-чуть. Build-фаза. Build-фазы и build-роли. Rules. Не роли, а правила. Build-правила и build-фазы. Build-фазы есть несколько фаз собирания проекта. Это dependency, это сборка сорцов, это линкование, и это копирование. Все эти четыре этапа вы можете добавлять пятый этап, шестый, седьмый, и таким образом изменять билды вашего проекта. То есть сделать какие-нибудь дополнительные функции. Например, мы на одном из проектов делали такой, у нас долго собирался проект, и мы добавили build-фазы скрипт, который считал сколько времени идет билд. и таким образом мы посчитали, нужно ли нам обновлять тачки для iOS-отдела или не нужно обновлять тачки, потому что хватает ли нам времени на сборку или не хватает. Мы среднее по отделу посчитали и выяснили, что пару тачек нужно обновить. для дебага использовать. А для каких-то важных целей, например, какие-то вспомогательные вещи, которые можно добавлять в build-фазы, мы сами будем это добавлять, когда будем рассматривать dependency manager, именно там cartage, будем рассматривать, будем изменять эти параметры, чтобы на этапе сборки проекта добавлялись какие-то новые штуки в него, которые в нем не присутствуют по умолчанию. Вот, и build-thruly это набор правил, которые вы можете конфигурировать. Собственно, здесь правила есть, которые привязаны к, например, к локализации. Все, я понял. Намек я понял. Проектор сдох.